Приветствую вас! Вы на канале Марина Цветы. Поговорим сегодня о комнатных растениях. Такие растения, казалось бы, не требуют особых условий зимнего содержания, но на самом деле не все так однозначно. Помимо того, что очень короткий световой день, и я сразу отвечаю на ваш вопрос, который вы мне часто задаете, сколько времени нужно подсвечивать комнатные растения, ну и рассаду в том числе. Подсвечиваем не более 10-12 часов с 8 утра до 8 вечера. Ночью ваши растения не должны подсвечиваться, они должны соблюдать свои биоритмы и вырабатывать фетосинтез. Это будет очень важно. Чтобы цветы не потеряли свою привлекательность, для них также надо создать определенный комфорт, потому что в наших квартирах зимой очень сильно меняется климат, воздух может быть сухой, подоконники, наоборот, могут быть холодные, по окнам может стекать роса. Это все отражается на жизни комнатных растений. Обратите внимание, что в зимнее время года в основном все комнатные растения не нуждаются в подкормках, поэтому с октября по март удобрения мы не вносим. Если горшок цветком стоит на подоконнике, ему нужно обеспечить тепло. Вы можете установить контейнеры на теплоизолирующий материал, например, на пенопласт, можно деревянную какую-то панель. И на это важно поставить его также от холодного окна, если у вас сильные морозы. В холодное время года именно комнатные растения часто гибнут от того, что вы избыточно поливаете. Температура воздуха выше температуры почвы, а корни, которые находятся в основном в холоде, работают хуже. Поэтому непременное условие успешной зимовки – это сократить полив. Всегда нужно давать почве просохнуть верхний слой почвы, чтобы был суховатый. Тропические растения необходимо продолжать ежедневно опрыскивать, даже несколько раз в день, если у вас сухой и жаркий воздух. А можно для повышения влажности горшок с цветком поставить в поддон с водой. Чтобы дно горшка не касалось воды, в поддон можно насыпать гальку. Многие цветоводы устанавливают на батареи открытые плоские емкости с водой. Вода испаряется и действительно повышает влажность в помещении. Особое внимание обращаем на тропические растения. Именно они имеют совсем другие биоритмы. Они продолжают расти и зимой. И поэтому им необходимо хорошее освещение. От недостатка света практически все растения вытягиваются. Междуузлия удлиняются. Все растения становятся бледными и хилыми. Поэтому если есть возможность досвечивания, то с помощью фитолампы можно увеличивать продолжительность светового дня. Включайте ее, если это не рассада на 10-12 часов. Можете включать на 2 часа утром и 2 часа вечером, когда уже темное время года. Для достижения эффекта хорошего, то обычному лампу располагаем 20 см от растений. Оптимальная температура для тропических растений это 18-22 градуса. Поливать растения в зимнее время надо отстойной водой комнатной температуры или даже немножко теплее. Обратите внимание, что ярко-зимнее солнце тоже не всем растениям благоприятно. И не всем цветам подходит опрыскивание в холодное время года. Это только тропические растения приемлят, если у вас сухой климат. На листьях могут появиться пятна, а у розеточных цветов от попадания воды загнивает сердцевина. Поэтому действительно может быть лучше использовать поддоны для тропических растений или увлажнители воздуха. Полив при прохладном содержании растения должен быть крайне-крайне осторожным и достаточно теплой воде. Земля должна обязательно просохнуть. Прежде чем полить, вы должны попробовать горшок. Если под верхним слоем сухо, только тогда поливайте. Подкормки исключаются до весны. Я обратила внимание, обычно мы делаем с 20 марта по 20 октября. И тогда растение чувствует себя хорошо. Если выполнять все эти условия, рост растений приостановится. А это именно то, что и нужен период покоя практически для всех растений, которые зимуют в ваших квартирах. Если это не экзоты. В период декабрь-январь я не использую черенкование растений. Даже до начала февраля, только с увеличением цветового дня. Уже очень хорошо черенковать, укоренять растения. Это будет благоприятно. Особое внимание обратите на суккуленты и кактусы. Казалось бы, это самые неприхотливые растения. Но они нуждаются в зимнем покое. Эти растения хорошо зимуют на прохладном солнечном огне. С очень редким, даже я бы сказала, очень редким поливом. Это должна быть такая процедура. Скорее всего, похоже просто на легкое увлажнение почвы, чем на полив. То есть, совсем минимальное количество влаги нужно. Оптимальная температура для суккулентов это 13-18 градусов. Если у вас не получается создать подходящие условия, то кактусы и суккуленты продолжат свой рост. А из-за недостатка освещения будут вытягиваться, потеряют свою насыщенную окраску. Но самое главное, не переливайте. Очень много экзотических растений мы покупаем с вами на новогодние праздники. Это и орхидеи, это и пуансетти. Разные виды цветов вы можете увидеть в супермаркетах. И для себя на подарок, и для кого-то приобрести. Очень много видео, мастер-классов у меня в плейлисте о комнатных растениях. Дорогие друзья, вы можете посмотреть и воспользоваться моими советами. А есть такие растения, которые в зимний период нуждаются в абсолютном покое. Ну, например, гипиаструм, глоксиния. Листья и стебли к концу вегидации у них отмирают. И все процессы в клубнях и луковицах замедляются. После полного высыхания листья необходимо аккуратно удалить. Горшок я могу перевернуть вверх ногами, дорогие друзья. Или просто накройте блюдцем и убирайте в темное место с температурой 12-15 градусов. Можно накрыть полиэтиленовым пакетом и оставить на подоконнике прохладном подальше от батареи. То есть соблюдаем зимний период покоя. Слегка, время от времени просматриваем в горшках почву. Увлажняем чуть-чуть, чтобы не допустить полного пересыхания кома и клубня. А с началом весны клубни и луковицы можно перевалка пересадить в новый грунт. Слегка увлажнить и ставить уже на светлое окошко. И с появлением ростков уже добавляем подкормки. Продолжаем следить за вредителями, за грибковыми заболеваниями, за клещами. При обнаружении вредителей гусениц-червецов используем инсектицидные препараты. При появлении грибковых заболеваний плесень используем фонгициды. При появлении клещей используем акарицидные препараты. Обратите внимание, что в этот период также могут появляться такие проблемы. Очень важно, аккуратный полив. Это основная профилактика подобных болезней. Когда пониженная влажность и температура активизируются, паутинные клещи, червецы. Поэтому обратите внимание, стараться таким способом повысить влажность у этих растений вокруг. И если уже появились проблемы, то работать с теми препаратами, которые я сказала. Так как мы используем в квартирах эти препараты, лучше использовать биологические, биопрепараты. Для человека и домашних животных эти средства мало токсичны, а против вредителей они достаточно эффективны. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Марина Цветы, где огромное количество мастер-классов, как выращивать обычные и необычные растения сада, огорода и, конечно же, комнатных растений. Украшайте свой мир цветами и просматривайте мои мастер-классы. Субтитры создавал DimaTorzok